Девушки отдыхают Я уверен, что будет. У нас готовятся и ребята-сноубордисты, которые учатся в нашем университете, и биатлонисты, и лыжники. Дай Бог, чтобы как можно больше ребят отобрались в состав сборной страны и достойно поучаствовали, достойно выступили, принесли медали. Отправиться на зимнюю универсиаду планируют не только спортсмены. Готовятся к этому событию и те, кто поддерживает идеи добровольчества, братства, здоровья и зимних видов спорта. В Омской области создан студенческий штаб универсиады. Мы готовим волонтеров не только из вузов, но и со всего региона, со всей Омской области. У нас есть и серебряные волонтеры, и студенты, и выпускники вузов. Наши волонтеры должны показать именно наше гостеприимство, наше радушие, нашу радость, когда к нам приезжают гости с любой стороны мира. И о том, что мы радостно их встречаем и помогаем организовывать спортивные события. В рамках подготовки волонтеров прошел активный квест. Команды добровольцев проходили контрольные пункты, выполняли задания и отправляли фотоотчеты организаторам. Каждый этап связан с одним из зимних видов спорта. Имитируя игру в керлинг, участники должны были загнать камни в дом. На станции биатлона добежать до огневого рубежа и попасть точно в цель. Самым сложным видом для волонтеров оказался сноуборд. Пройти этот этап должны были даже те, кто никогда не стоял на специальной доске. Преодолеть трассу по заснеженному склону, обходя препятствия, попытались самые отважные. А товарищи по команде поддерживали их в буквальном смысле этого слова. Они должны выполнять задания, которые связаны с командообразованием. То есть они должны работать всей командой. И в итоге на каждом задании в результате выполнения они получают кусочек пазла. И потом они собирают пазл на пазле изображения символа Всемирной универсиады собачки Юлайки. Параллельно с квестом в экстрим-парке прошел традиционный парад-конкурс на самые лучшие сани. Экипаж бременских музыкантов. Сани снежной королевы, молния Макуин, домик трех поросят, чебурашка в ящике с апельсинами. Участники в очередной раз поразили своим мастерством и изобретательностью. Семья Сербиных – одни из постоянных участников парада. В этом году представили корабль «Ниндзяга». Идея у нас дракон, корабль «Ниндзяга», потому что дети очень любят играть в лего. Соответственно, тема «Ниндзяга» для нас очень актуальна. Поэтому игру воплотили в жизнь. Все вместе строили? Да, все вместе строили, активно рисовали, красили, помогали. Детки все тоже раскрашивали. Так что коллективная работа у нас. От праздника зимы и спорта «I love winter» каждый получил свое. Подарки, хорошее настроение и новые знакомства. А волонтеры зарядились позитивной энергией перед Всемирной универсиадой, которая состоится в начале марта в Красноярске.